Очередной «Ятаган» в спину бункерного диктатора. После победы на выборах президента в Турции, Эрдоган не перестает удивлять кардинальным изменениям своей позиции в российско-украинской войне. От до недавних пор сохранявшего неоднозначный нейтралитет, последние дни и недели исходят крайне проукраинские слова и, что куда важнее, действия. Возвращение героических командиров Азовстали на родину в обход заявленных Кремлён договорённостей стал серьёзнейшей оплеухой лично Путину. Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ничем иным, как прямым нарушением условий договорённости, имевшихся договорённостей. Причём в данном случае эти условия нарушила как украинская страна, так и турецкая страна. Нас бы никто не ставил в известность. Россию никто не поставил в известность. Расшифровывается, как Турция более не воспринимает Российскую Федерацию за себе равного, полноценного игрока на мировой арене. Более того, Эрдоган осознаёт, что в нынешнем положении дел Путину не остаётся ничего, кроме как сердито, но молча проглотить решение турецкого лидера. И потому чуть ли не сразу после откровенного Ятагана в спину Бункерного Эрдоган заговорил о продлении зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Мы надеемся, что сделка будет продлеваться каждые три месяца, а не каждые два месяца. Мы приложим усилия в этом плане и постараемся увеличить её продолжительность до двух лет. И несмотря на откровенные плевки, Путин таки готовится пойти на поводу у турецкого султана. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Ну, слушайте, хватит в конце концов. Поэтому, как нам сейчас говорят, нет, вы сейчас в очередной раз согласитесь с продлением, а мы всё-таки исполним данные вам обещания. Ну, подумаем, ещё несколько дней есть. Но на передаче украинских героев Эрдоган не остановился. Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции поддержал вступление Украины в НАТО. А также отдельно выразил поддержку крымским татарам, сражающимся на стороне Украины. Турецко-украинская дружба за последнее время только усилилась. Украинский народ смело сражается за территориальную целостность и независимость своей страны. Ещё одной причиной, по которой мы с уверенностью смотрим на будущее Украины, является то, что крымские татары рьяно ведут борьбу за свободу своей страны. Вишенкой же на торте под названием «Позиция Турции в российско-украинской войне» являются недавние попытки зет-блогеров и кремлёвских политтехнологов изначально агитировать, а после и вовсе выставить победу Эрдогана на выборах президента Турции за победу пророссийского политика. Турция, Эрдоган, мотивы голосования за Эрдогана и против Кылыч-Дараглу. Эрдоган крутой, это яркий харизматический лидер, который ведёт за собой миллионы. Эрдоган имеет хорошее отношение с Путиным и Россией вообще. А Путин очень популярен. Постепенно от России отворачиваются всё больше нейтральных стран. Страна-агрессор теряет субъектность на международной арене. И Эрдоган – один из первых, но явно далеко не последний, из некогда нейтральных лидеров, осознавших, что договора с террористической федерацией не стоят и бумаги, на которой они были подписаны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok